Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня, как обещала, будет видео перевоплощение. Сегодня вы увидите меня не только с черными волосами, но и с необычным макияжем. Решила я сделать это видео в преддверии Хэллоуина, может быть, кто-то захочет повторить. Я, конечно, еще тот макияжист, люблю словечки всякие такие. Макияж это не мой вообще конек, в плане, знаете, делать какие-то сложные макияжи или еще что-то. Я восхищаюсь, честно говоря, девочками, у которых получается все очень красиво делать. Я могу делать только дневной макияж. Даже при всем, при том, что я училась на визажиста, все равно я поняла, что это не мое. И вот как-то у меня не заточены руки для этого. Но сегодня макияж у нас будет несложный. Нам не нужно будет выводить скулы и многое другое. Поэтому, мне кажется, любая девочка сможет повторить мой сегодняшний мейк и образ на Хэллоуин. Итак, с чего мы начнем? Что же я хочу повторить? На самом деле, одна из моих зрительниц написала мне, что Селена, так бы хотелось посмотреть на тебя с черными волосами. И вообще, у тебя очень подходит образ под маму из семейки Адамс. Как вы знаете, семейка Адамс, она снималась разная, да? И разные актеры были. Мне больше всего нравится мама из новой семейки Адамс. Но, в принципе, суть макияжа не меняется. Там везде у них одно и то же. И первое, с чего мы начнем, это тон нашего лица. Так как семейка Адамс, это какая-то, какие-то, я не помню точно, я смотрела немного, то есть я не все смотрела. Смотрела какие-то отрывки по телеку, когда шли. Они вампиры, что ли, да? Или они какие-то там... Вампиры какие-то. Они жили там в каком-то замке. И, в общем-то, нам не нужно выводить скулы. Нам нужно сделать просто белое, бледное лицо. Что для моего лица и моего цвета кожи это вообще несложно. Правда? Я уже, кстати, подготовила, видите, кофточку черную надела. Сейчас, в общем, мы попробуем повторить. В общем, есть у меня палетка вот из таких румян. Я возьму самый белый. Надеюсь, что он забелит наше личико как следует. Ну, поехали. О, отлично. Да? О, класс! Сейчас я буду какая-нибудь... Кайф. Я так люблю новые образы, себя видеть в новом образе. Кто смотрел «Семейку Адамс», обязательно ставьте лайк. Особенно, кому нравится та же актриса из новой семейки, что и мне. Кстати, кисточка вот эта вот из «Фаберлик» очень мне нравится. Во-первых, она красивая, смотрите, какая. А во-вторых, она так набита классно. Я не стала даже наносить, честно говоря, какую-то базу или крем, потому что я сразу пойду это все умою. Немножко хочу припудрить губы, как следует, потому что мы их будем рисовать чуть меньше. Потому что он как бы семейка Адамс такая, да, там типа ведьмочка такая. Обычно у них узкие губы. Вот даже актеров, которых берут, берут с узкими губами. Ну, конечно, в современном мире уже и с полными губами берут, но вообще узкие губы как бы, ну, символизируют там злого человека такого, знаете, с узкими губами. Ну, как-то вот так в фильмах я заметила. Я не хочу никого оскорбить, не подумайте. Ну, бывают образы такие. И ведьма, когда, не ведьма, а бабайга, когда у него вообще губ нет. Образ бабайги. В общем, белая вот такая вот у нас кожа лица. Дальше, а, давайте брови заделаю, потому что брови нам нужно будет сделать поуже тоже. И знаете что, наверное, их надо тонаком вообще сделать. Сейчас я возьму тональный, замажу губы и брови. Тональный я буду использовать тоже Айрстрим Фаберлик, кислородное сияние. Конечно, оно у меня не белое, но мы сейчас нанесем его немножечко, как бы сравняем, а сверху снова забелим. Получится все, мне кажется, хорошо. Брови, конечно, не совсем получается замазать. Они сейчас огромные. Сейчас, может быть, на то, что они чуть влажные будут, белый наберется более сильнее. Вот. Прям похоже на клоуна какого-то. Да? Ладно. Так, дальше, что мы берем? Мы рисуем сейчас брови. Брови у мамы семейки Адамс были черные. У меня есть черный вообще карандаш для глаз, и он чуть не поточенный, но я постараюсь сделать ровно. В общем-то, у них была классическая такая форма, хотя у одной из них были просто вот круглые узкие. Давайте сделаем, чтобы, ну, более контраст был, да, мы не будем приближать к современности, а мы сделаем вот эти наши узкие такие вот. Вот так. Все равно у меня современные какие-то, да? А, мы их сейчас подведем ближе сюда. Во. Ну, у меня какая-то страшная получается, какая-то злая. Мне она, во всяком случае, нравилась в видео. Мне кажется, она была не злая. Короче, я повторила форму своих бровей. Брови у меня не совсем получились, как у нашей мамы семейки Адамс. Но главное, что они черные, да? Это же уже хорошо. Ну, нормально. Дальше тени. Тени я увидела там на приближении, одну из них, что у нее серые тени и белым сделано. То есть у нее серое вот здесь, вот перламутровое, знаете, как раньше пользовались. И белое под бровями, и белое вот на веке подвижном. Я долго искала, где же, но у меня в моих тенях современных нет такого перламутрового серого цвета. Поэтому мне пришлось прибегнуть к палетке Ruby Rose. Вот он. Прям какой там. Все, он в Ruby Rose, и не совсем, знаете, перламутровый-то, я так погляжу. Хороший цвет. Берем белые. Уголки глаз белые. Все, я испачкала серым белый. Я думаю, получится то, что надо. А-а-а, вообще испачкала. Ой. Это я. Когда не жалко палетку, знаете, вы с ней обращаетесь, как... Не знаю. Ну, что-то такое с тенями у нас получается. И немного подкрасим ресницы, да? Или не надо? Нет, ресницы красить не буду. Не хочу. Далее у нас идет красная помада, классическая. И нам нужно накрасить меньше чуть-чуть губы. Я не люблю, честно говоря, пользоваться карандашом. Я люблю сразу красить помадой. У нас как раз губы подсохли. Сейчас я попытаюсь их накрасить меньше, чем они есть. Намного. Вау. Вау. Только чуть неровненько. У меня аж хочется вот так разговаривать почему-то. Лайфхак. Переворачиваете вот так помаду и кончиком вырисуете. О, теперь ровно. Кто-то может даже сказать, что мне такие губы больше идут, да? Идут мне больше такие губы? Маленькие. Поменьше. Но это я не совсем маленькие еще нарисовала, блин. Потому что я мажу, мажу и опять начинаю. Опять 25. Вот так. Все. Мы не рисуем никаких контуров вот здесь, да? Ничего не контурируем. У нас только вот брови, то-сё. И для того, чтобы мы не были суперкрасивыми, реснички мы красить не будем. Теперь самое интересное. Мы идем за нашим черным париком. Собираем наши волосы, чтобы они нас не отвлекали, не мешали нам. Вот так вот. На гулечку сделаем. И вот он мой парик, который я купила. Кстати, есть парики очень дорогие. Ну, как очень дорогие? Когда он не нужен, то даже 2,5-3 тысячи это дорого. Что для одного образа, для видео, да? А если, конечно, вы его носите, то 2,5-3 тысячи это классно для парика. Хорошие есть у нас. Интересные, хорошие качества. Но это всё каниколон. А я взяла за 350 рублей вообще. Причём длинные. Но они не были такие. Это был вообще образ, знаете, кого? К этого индейца. И это были косы заплетенные. То есть я сняла всё индийское, индийское. И всё, и расплела. И получились длинные такие. Они, конечно, очень сильно блестят. Это каниколон такой за 350 рублей. Понятно, что он будет блестеть. Ну всё, сейчас я надену паричок и к вам вернусь. Ну как вам? Как я вам в образе мамы и семьи? Мне кажется, очень даже ничего. В общем, вот так мне идёт чёрный цвет. Вот что думаете, если бы я не загорала и покрасила волосы в чёрный цвет? Хотели бы видеть меня такую на ютубе? Так, только не ставьте дизлайк. Если нет, типа дизлайк, да, лайк, нет, дизлайк, нет. Нет, нет. Я другую вам придумаю причину, чтобы поставить лайк. Давайте поставим лайк, если я кардинально поменялась. Да. Если мне удалось настолько перевоплотиться, что можно было бы меня и не узнать. Так, если сделать фотографию такую, да? Какую-то. Ещё группа меньше. Ну, то есть, интересный образ, если вам показался, и мне удалось его вот как-то так сделать, то ставьте лайк. Ой, ну, я себя необычно чувствую. Мне прям хочется пофотографироваться сразу. Лицо какое-нибудь сделать. Я идеальная просто, мама. Из семейки родом. Офигеть. Ну, мне очень нравится. Сзади показывать не буду. У этого парика есть косяк. Он почему-то... Он просто вот так вот по макушке сделан, и всё. То есть, он не одевается на всю голову, не прячется ничего. То есть, ну, дешёвый, понятно, для деток, или там чисто вот поприкалываться. Волосы здесь очень длинные. Ну, это классно. То есть, настоящая... Настоящая мама. Сейчас буду делать заставку тогда какую-нибудь интересную. Всё, рада была для вас перевоплотиться. И мне кажется, что это интересный образ. Не сильно такой пугающий. И в то же самое время, особенно блондинкам, клёво, да, себя почувствовать в каком-то другом таком образе. Кстати, это один из моих любимых образов, что если бы я думала о Хэллоуине и пойти куда-то на Хэллоуин, я бы подумала скорее вот о таком каком-то образе, чтобы он был не очень страшным. Ну, на мой взгляд, это не очень страшный образ. В то же самое время интересным каким-то таким, да, представляете, я такая... Ещё я так какое-то поведение выбрала бы такое. Что ты говоришь? Пойдём, я покажу тебе настоящий мир. Актриса. Ой, ну всё, мои хорошие. Рада была для вас поэкспериментировать и себя увидеть тоже в таком образе. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто в первый раз. Впереди много интересного. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok